Еще немного видов Масады. Посмотрите, мы сейчас снимаем с западной стороны, со стороны Арада, можно подъехать, и мы сейчас, вот это вид на северный дворец, северный дворец Ирода, в котором он бывал зимой. Там были склады. Невероятно, на самом деле, как смогли-то все. Я все время думаю о том, как смогли-то построить на этой высоте. Это мы с детьми поднимаемся уже, а это мы как раз по дороге, посмотрев северный дворец, собираемся подняться на гору. Вот он, северный дворец. Поразительно. Я не знаю, как это все строилось на такой высоте, так далеко от Иерусалима, но Ирод хотел своего дворца. А вот это остатки римской осады. ЮНЕСКО посчитало, что Масада – это памятник только потому, не потому, что евреи сопротивлялись римлянам, а потому, что это самый лучший, самый точный остаток римской осады, которая сохранилась до наших времен. То есть здесь можно видеть, как римляне осаждали крепость. С восьми сторон они поставили, вот как вы видели, такие прямоугольники лагерей, обнесли крепость стеной и так держали ее в осаде в течение нескольких месяцев, а потом штурмовали. Когда они построили вал, там же с западной стороны, мы его не смогли, к сожалению, снять в этот раз, с западной стороны построили вал и смогли взобраться на стену крепости. И у евреев не было удачи. Это то, что в это время Всевышний как бы отвернулся. И огонь, и римляне смогли победить их. То есть они смогли забраться на стену, и огонь перекинулся на дополнительную стену, которую евреи построили. А здесь мы уже снимаем с восточной стороны. Посмотрите, это видно Мертвое море. Это с восточной стороны. С восточной стороны есть фуникулер. Сейчас вы видите его нити, тросы, а сейчас вы видите сам вагончик. Вот это вид с восточной стороны, со стороны 90-й дороги, которая называется Квишабика, дорога долины, Иорданской долины. Можно подъехать к фуникулеру. Интересно, что с западной стороны невозможно переехать на восточную. То есть если вы решили подъехать со стороны Арада, то нужно ехать... вы останетесь только с этой стороны. Невозможно переехать с западной стороны на восточную. Через горку, вот эту гору, на которой стоит крепость Масада, нет тоннеля, который позволяет проехать с запада на восток или с востока на запад. Вот такие виды этой крепости легендарной. Большое спасибо.